Жан-Поль, расскажите нашим зрителям немножко о себе, кто вы и откуда. Меня зовут Жан-Поль Бабин, по образованию я техник, ножовщик, специалист по заточке парикмахерских, маникюрных и хирургических инструментов. Я получил образование специалиста-ножовщика, который завершается получением диплома и валидирована государственной системой образования Франции. Сегодня я являюсь руководителем фирмы СИЗОПРО, инструктором международного класса и руководителем по профессиональной подготовке на предприятии ХИКОРИ Япония. Сложно ли было освоить мастерство? Во Франции и в Европе обучение начинается с освоения профессии и длится минимум три года. А чтобы сформировать хорошего работника, хорошего мастера, сегодня требуется не менее десяти лет. От чего, по вашему мнению, зависит успех в данном деле? Успех в нашей профессии зависит главным образом от обучения, от личного вклада, что очень важно, остальное добавит время и опыт. Ежедневная практика является непременным условием. Мы приобретаем не базовые основы, а настоящую профессию, которая требует высокой техники и во многом понимания законов механики, а также минимальной технической культуры. Нам повезло в том, что в Европе существует настоящая индустрия в области заточки. В нашем сознании это означает, что у нас есть еще старые мастера, которые способны передать свой опыт. В системе образования в Европе проблема номер один сегодня является как раз способность предложить квалифицированное обучение нашей профессии. Мы знаем, что много есть мастеров по заточке, парикмахерского маникюрного инструмента в Европе. Это успешные, состоятельные люди? Заточники в Европе – это люди, состоявшиеся в профессии, обогащенные опытом, но чаще всего небогатые финансово. Все из-за того, что имидж нашей профессии не развивался. Никто не занимался своим маркетингом, своей коммерческой презентацией и даже презентацией качества своей работы. Вот в этом я вижу большую проблему. Мы знаем, что вы часто работаете в Америке. Есть ли разница в стилях работы европейской и американской? Существует фундаментальная разница в подходах в Соединенных Штатах и в Европе. Эта разница приблизительно такая же, как между подходами в Европе и в России. И это очень важно понимать, так как мы живем в трех абсолютно разных культурах производства. 60% продукции США изготавливается в Азии. Америка утратила свой опыт, свои навыки. У России приблизительно та же самая проблема в культуре производства профессионально режущего инструмента. В то время, как в Европе, будь то в Италии, Франции, Испании, Германии, производство режущего инструмента активно развивалось на протяжении многих веков. В классическом производстве ножей, в производстве медицинских инструментов и даже в изготовлении изящных столовых ножей. У нас в Европе всегда присутствовала развитая традиция. Но общим для всех этих трех больших регионов является повсеместный дефицит мастерства. И это то, с чем мы сталкиваемся сегодня и в Европе, и в Америке, и в России. Насколько сейчас сильна конкуренция? Конкуренция в США носит довольно личностный характер. Нельзя сказать, что там, как и во Франции, есть большие профессионалы. Обучение довольно локальное, в рамках каждого штата, и, к сожалению, проходит на низком уровне. Нужно четко осознавать в отношении результатов, которые мы наблюдаем в США и Европе, что владение техникой исполнения весьма слабое. В целом мы наблюдали это и в Москве. Местная конкуренция существует, но вывод, который мы делаем вместе с производителями Германии, Японии и Кореи, следующий. Глобально мастерство заточки требует развития. Именно поэтому мы настаиваем на создании нашей Национальной Академии Мастерства, НСА, с тем, чтобы получить формат для внедрения общего стандарта профессии. Стандарта, который будет определять высокий уровень технического мастерства будущих специалистов, ножовщиков или заточников, который поможет им стать более свободными и более состоятельными людьми благодаря своей профессии. И именно обучение будет главной основой во всех случаях, для всех этих специализаций. Как вы узнали о станках для заточки парикмахерского и маникюрного инструмента ADEMS? В нашей компании внедрен регулярный мониторинг того, что происходит в нашей отрасли в мире. Мы непрерывно заботимся о том, чтобы сохранять очень высокий уровень качества и улучшать наши все технологические процессы. Почему с технической точки мы выбрали продукцию ADEMS? Потому что она по всем пунктам отвечает требованиям, которые необходимы нашим предприятиям. Чтобы определиться с выбором, мы ознакомились практически со всем заточным оборудованием, которое предлагается на рынке. Важно, что мы изучили ситуацию в США, в Японии, в Германии, а также в Корее и в Китае, в странах, в традиционных производителях режущего инструмента. И что на самом деле определило наш выбор, так это возможность сразу вложить инвестиции в изготовление оборудования ADEMS и возможность испытать его в работе в самых сложных условиях. Стоит отметить, что не конструкция оборудования стала для нас открытием, а именно полученный результат. Скорость и качество заточки вывели на первый план возможности оборудования ADEMS. Жан-Пой, Вы участвовали в международной выставке ABCA 2017 в Лас-Вегасе и представляли нашу совместную разработку, заточную станцию ADEMS VSS. Расскажите немножко о результатах этой выставки. Идея создания станции VSS была слишком смелой. Самое сложное было найти надежного партнера. Мы искали в Европе производителя, способного реализовать идею вместе с нами. Суть проекта заключалась в том, чтобы создать современную комплектованную мастерскую на базе единой станции. Протестировав оборудование ADEMS, а именно станки Full Drive, мы решили, что предложим руководству компании ADEMS наш проект, реализовав его на партнерских началах. С тем, чтобы из локального он стал международным. Концепция заключается в том, чтобы удовлетворить все потребности различных специализаций, которые объединяет профессия заточника. Проект VSS дает нам чрезвычайно мощное технологичное оборудование, которое максимально соответствует производственным процессам, существующим во всем мире. Сейчас, например, мы имеем 100% японских заводских технологий, которые применяются в завершающих операциях заточки японских ножниц. Особенностью VSS является то, что оборудование позволяет расширить профессиональные возможности и работать с хирургическим инструментом, а также с ножами, и в целом на 100% удовлетворить запросы рынка. В настоящее время VSS является продуктом, равных которому нет. Никто до нас не предложил станок, на котором можно выполнять такое количество операций. Разрабатывая Workstation, нам было очевидно, что эта станция может использоваться как в традиционной мастерской, так и в передвижной, чтобы в таких крупных странах, как Россия или Соединенные Штаты, была возможность установить ее в фургоне или прицепе, передвигаться между населенными пунктами, добиваясь очень высокого качества работы, профессионального исполнения, высокой производительности и рентабельности. Сегодня я могу четко сказать, результаты, полученные после испытаний в VSS, выше наших ожиданий, лучше наших представлений о ней. С профессиональной точки зрения мы получили технически более совершенную станцию, чем задумали. Как строятся ваши взаимоотношения с компанией ADEMS? Расскажите о планах на будущее. Идея, которую мы закладывали в будущее партнерства с ADEMS, это распространение всей линейки продукции ADEMS, а также возможность интегрировать профессиональную подготовку в рамках наших проектов. Суть обучения, и мы постоянно об этом говорим, заключается в том, чтобы внедрить стандарт профессии, дать возможность покупать оборудование, вкладывать в него инвестиции и зарабатывать, исходя из определенной концепции. Мой личный опыт в данной отрасли – это 36 лет непрерывной профессиональной деятельности. Нам повезло, что мы получили технические знания, поняли, какое важное значение имеет профессиональная подготовка и обучение для того, чтобы комфортно жить и зарабатывать. Успешное завершение проекта VSS – это успешная техническая работа двух команд – французской, благодаря знаниям профессии, и российской, благодаря своей способности производить современное оборудование. И такое удачное сочетание позволит нам удовлетворить запросы рынка, иметь станок, который позволит достойно зарабатывать на жизнь, создать настоящее производство, настоящую профессию, через серию обучений, через стандарт, благодаря которому заточники смогут перейти от ремесленных операций к профессиональному освоению специальности. Благодаря этому откроется гораздо больше возможностей. Жан-Поль, Вы – идейный отец данного станка. Расскажите, пожалуйста, о своем детище. Проект VSS, созданный компанией ADEMS и CISO PRO, это важный инновационный проект. Благодаря ему можно заменить все эти станки. Мы создали станцию ADEMS VSS очень универсальной. Она имеет два независимых рабочих станка, простых в применении. Проект VSS ставил задачи заменить с собой все эти тяжелые и дорогостоящие станки одной единой установкой, обеспечить максимальную взаимозаменяемость, организовать рабочее место, которое позволит выполнять все операции от заточки до полировки. Все эти инструменты очень практичны, а также универсальны. Вместо полировального кольца мы сможем установить систему для нанесения зубцов, микронасечек и других элементов. Важно понимать, что VSS позволяет выполнить работу на высокопрофессиональном уровне, которое будет удовлетворять большую часть мастеров по заточке, компетентных технических специалистов. VSS имеет два независимых двигателя. Можно также включить третий и настроить скорость вращения полировальных инструментов. Вы можете автономно работать на системе полировки, системе финишной операции, системе для зубчатой кромки, а также выполнить подготовительные операции для заточки на различных шлифовальных дисках. Кроме того, VSS имеет две рабочих поверхности, чтобы разложить свой инструмент или убрать в доступные ящики. Имеется также ящик для хранения шлифовальных камней для финишной отделки различных инструментов. Мы создали высокоуниверсальное оборудование, и сегодня на международном рынке это предложение является по-настоящему уникальным. Уже сегодня мы можем оценить очень высокую рентабельность работы на нем. Это важно, и это свойство является определяющим, потому что мы получили высокопрофессиональный станок, который при работе на нем дважды, трижды окупит себя в дальнейшем. Можно сказать, что у вас будут очень хорошие инвестиции на 10 и даже 15 лет вперед. Продолжение следует... Продолжение следует...